всем привет из франции мои самые наилучшие пожелания всем кто меня сегодня смотрит вот за последний месяц читая ваши комментарии знаете на какой мысли я себя поймала есть ли раньше мои зрители когда просили рассказать что-то о франции жизни во франции то вопросы больше были связаны с какими-то покупками какой модный цвет в этом сезоне какие стрижки носят француженки отношения в семье у французов то сейчас по самые популярные часто встречающиеся вопросы в комментариях это как французы готовятся к предстоящему отопительному сезону насколько у вас поднялись тарифы на воду на свет на газ как реагируют французы на кризис который сейчас коснулся в принципе не только франции но и такая такое наблюдается практически во всем мире и поэтому сегодня решила рассказать вам что думают французы как мы готовимся что мы будем делать и насколько поднялись тарифы я пару дней назад говорила что получила счет за электричество и в этом письме была также вкладка информационная про новые тарифы на предстоящие отопительный сезон конечно мы как и все жители франции были готовы к тому что цены поднимутся потому что уже начиная с конца весны и практически все лето в новостях нам давали понять подготавливали что цены будут повышаться и что чтобы люди не нервничали будет субсидирование что определенно определенной ступеньки цены будут заморожены для населения и когда я увидела насколько поднялась цена за электричество я вам скажу честно я была в шоке такого я не ожидала цена поднялась практически на 50 процентов хотя заявлено было что предполагаемое повышение цен будет в порядка 20 процентов не про какое субсидирование они про какие-то там льготы в этом информационном листке сказано не было и плюс к тому мы вот ожидаем ноября месяца и я даже не представляю что будет потому что во франции существует несколько видов оплаты за электричество ты можешь оплачивать по абонементу то есть там ну к примеру тебе определяют 100 евро и ты каждый месяц вносишь вот эти 100 евро и в конце года когда приходят снимать показания счетчика здесь мы каждый месяц вот я в украине каждый месяц передаю показания и разница которая была использована мы оплачиваем то здесь ты платишь абонемент в конце года приходит проверка и потом они сопоставляют если ты не доплатил то тебе присылают счет и ты доплачиваешь если ты переплатил у нас такое кстати было то тебе возвращают эти деньги на твой банковский счет у нас идет вольная оплата мы не платим абонемент и расчет идет за предыдущий год то есть они смотрят сколько каждый месяц ты использовал электричество и примерно такие же цифры выставляют и на вот этот вот текущий год и опять же как и в случае с абонементом в конце года приходит снимать показания и разницу ты или доплачиваешь и тебе возмещающим то знаете я улыбаюсь но это уже знаете такой нервный смех потому что даже с теми жесткими мерами экономии я уже говорила что мы поменяли все лампочки я не использую духовку мы продали бековую дорожку мы отвезли сауну в украину у меня нет ни мультиварки не хлебопечки плюс опять же по просьбе нашего президента мы не только как ну в принципе и раньше используем нагревательный прибор для подогрева воды бойлер посудомоечную машину стиральную машину только в ночное время потому что электричество стоит дешевле но и это наверное со мной такое впервые в жизни возможно сейчас кто-то скажет что я абсолютно как бы не экономная но я никогда из розеток не вынимала зарядку для телефонов там настольную лампу телевизор кофеварку микроволновку как бы ну вот такие вот электроприбор они у меня всегда были включены в сеть и после обращения нашего президента конечно же мы понимаем прекрасно что нужно экономить ресурсы но опять же используя все вот эти методы экономии при таком повышении цен я вот с мужем посидели посмотрели посчитали даже если мы будем использовать в разы и в разы и меньше экономии но за счет роста цен финансово мы никак не будем платить не только не ту же самую сумму естественно не меньше скорее всего больше как на это реагирует французы но как они могут реагировать уже начинаются забастовки я думаю что вы тоже смотрите новости читаете новости вот буквально совсем недавно на этой неделе за вас была забастовка авиадиспетчеров которые с требованием поднять зарплату потому что цены выросли на все не только на газ на воду и на электричество также наблюдается рост цен и на продукты слава богу бензин подешевел вот один единственный плюс и уже нам объявили что будет подражание на молочную продукцию поскольку молоко дорожает из-за засухи что не заготовили корма и соответственно изготовление сыра из более дорогого молока то есть будет дорожать сыр будет дорожать но вся в принципе молочная продукция опять же про 19 градусов отопления не выше я уже об этом говорила не знаю нет информации как это будет все проверяться но поживем увидим опять же в новостях я слышала что во франции на зимний период будет закрыта полностью треть муниципальных бассейнов спортзал и опять же там же тоже есть и сауны и бассейны плюс все вот эти вот спортивные тренажеры они работают от электричества плюс таких заведениях обязательно климатизацион кондиционер но там как я понимаю если это частный зал то или сетевые возможно они как-то смогут работать но если это небольшие фитнес-центры то скорее всего они будут закрываться опять же на вот этой вот неделе я подписана в instagram на те рестораны которые мы посещаем и посещали и обычно когда переходит на летнее меню на осеннее меню них меняется 2 до той 3-4 раза в сезон меняется меню и не всем своим клиентам высылают там что вот у нас новое меню и так далее ну как бы типа в плане рекламы и в этот раз где-то наверное пять или шесть ресторанов прислали уведомление о том что меняются часы работы что некоторые рестораны будут работать всего лишь 44 дня в неделю некоторые рестораны уведомили что они будут закрыты в обеденное время некоторые будет только по таким-то дням вечернее время по таким-то дням обеденное время многие рестораны не будут работать воскресенье и субботу и я прекрасно понимаю что это связано с тем что в течение недели как бы они набирают клиентов за счет тех кто обедает в ресторане поскольку здесь есть чеки которые тебе дают на текере 100 они называются которым ты может тебе до работодатель дает вот такой вот чек и ты можешь им расплачиваться в ресторане это как бы оплата обедом для работников и как бы за обеденное время они больше наберут клиентов а в субботу и воскресенье если рестораторы принимают такое решение значит посещаемость очень низкая но и опять же у меня сын работает жив поваром ресторане он говорит что да действительно выходные дни люди предпочитают брать пикник наверное куда-то выходить если раньше у них пятница вечер суббота воскресенье вечером они не работают потому что он как бы мало кто приходит понедельник рабочий день и люди стараются выходить в ресторан в пятницу в субботу то людей очень и очень мало говорят о новостях то вы знаете нам уже в новостях ничего никто не не обещает в основном идет информация что как вот такая то такая сумма была выделена на реабилитацию вот этого постковидного периода на реабилитацию малого бизнеса хотя среди наших знакомых и наших друзей которые был закрыт бутик флюрист это цветочник бар тоже семья знакомая закрыла которые не смогли просто из-за того что был карантин не было посещаемости люди не имели возможности платить и как бы средства кому эти были выделены я не знаю но люди которых я знаю они ничего не получили и бизнес вынуждены были закрыть затем говорится много о том что была засуха том что опять же тушение пожаров людей перемещали как бы на это тоже были выделены деньги конечно же не забыли упомянуть что связи с войной в украине франция приняла более 100 тысяч беженцев из украины и что как бы в этой сфере также были выделены средства на пособие на социальные страховки которые на медицинские страховки питание в школах и так далее но что касается беженцев здесь сейчас у нас очень сложная ситуация и ситуация сложная и как у украинцев но также и у французов сейчас как раз подошел такой период когда по истечении шести месяцев люди должны переоформлять статус для того чтобы остаться во франции или же возвращаться назад и буквально вот на этой неделе я общалась с несколькими семьями это люди которые останавливались у нас вот в тот самый период когда очень такой большой поток и две семьи одна семья уже выехала вторая семья готовится выезжать по одной простой причине что французы принимающая сторона из-за вот этого финансового кризиса из-за поднятия цен они не могут они хотят они не против помочь они не против с хорошие отношения хорошие люди и стою с другой стороны но финансово они не могут дальше предоставлять жилье потому что я вот даже на примере моей семьи могу сказать если нас вот сейчас пять человек но я буду говорить о четверых как было раньше в отопительный сезон по старым ценам мы платили четыреста восемьдесят пятьсот шестьдесят пару раз было 700 800 евро но тогда и сауна была и все на свете короче говоря включена и так далее и тому подобное ну как бы порядка 500 евро вот так вот в среднем на четыре человека это подогрев воды отопление в каждой комнате и вы представьте если семья четыре человека плюс проживающие четыре человека плюс повышение цен то естественно как бы французы не хотели они не могут просто финансово этого себе позволить и еще одна девушка ну как девушка молодая мама с двумя детками она нашла работу и она предложила семья у которой она проживает у них ну небольшая пристройка как бы они выделили ей и и деткам чтобы они там проживали как бы дом вместе но не у отдельный вход и она нашла работу и говорит что я могу оформить вот локасьон это аренду я вам буду платить и они отказались что легально мы не можем вот так подписать документы чтобы потом она могла предоставить в каф и ей каф это социальная организация она бы это делала какие-то выплаты ну как типа субсидии что она покрывала расходы на аренду и на коммунальные платежи потому что как вот они посчитали что они тогда будут импозабли это когда сейчас они не платят налоги и если они будут сдавать то это будет дополнительный доход то есть потолок будет превышен и они будут обязаны потом еще платить и налог или налог за то что они имеют вот такой вот бизнес и знаете как вот и наших жалко потому что люди которые уже начинают адаптироваться уже как-то начинаю как бы сказать это приживаться наверно здесь и действительно хорошие нормальные семьи и они вынуждены возвращаться потому что очень сложно жилье очень сложно цены на аренду во франции очень дорогие даже вот в таких небольших городках деревнях вот я уже не говорю там про такие центровые города где арендовать даже маленькую квартирку это стоит бешеных денег и государство как бы вроде и помогает до пособие дает но на это пособие вот сейчас вот опять сезон начался людям нужно купить какую-то новую одежду детки подрастают нужно новая обувь и то пособие которое им выдается его не хватает если человек мама вот находит работу и многие нашли многие работают но опять же возникает вопрос о том что когда у тебя уже появляется зарплата и очень сложно вот так вот не каждая мэрия дает гарант потому что чтобы арендовать жилье нужен гарант и нужен взнос если ты через агентство все это делаешь какой тут тоже очень большие сложности как бы если там с красным крестом социальной организации мы помогают там с питаниями с продуктами но опять же когда человека зарплата вот эта помощь она уже не идет если там получается что там они подсчитают что по доходу у французов например вот идет меньше там не получают rsa и там 400 евро у человека как бы ему все эти льготы положено если вот женщина идет работать у нее там 1200 зарплата по корешку и уже как бы намного меньше каких-то ну какой-то вот такой вот социальной помощи поэтому очень многие возвращаются и очень многие французы но если уж так вот откровенно говорить они не понимают что они в принципе по большому счету на себя взяли обязанность государства именно относительно принятия помощи как оформление документов как и первый месяц полтора многие аж практически кормили дополнительно одну семью потому что не у всех же были деньги с собой не каждый же приехал со сбережениями и сейчас вот это вот такой вопрос что я общаюсь с другими волонтерами которые опять же этом как-то содействуют в поисках жилья и ни у кого нет очень сложно найти и что дальше как будет правительство помогать и как быть что французы сейчас они они сами не знают что их ждет что будет зимой может быть еще цены подымут потому что как видите обещали одно имеем и совершенно другое ну вот такое вот сегодня получилось видео мы кстати с мужем обсуждали то что я говорила вам совсем недавно что если не выше 19 градусов то отопление можно не включать но как он мне сказал даже на юге у нас потому что зимой у нас частенько идут дождей плюс из-за близости моря повышенная влажность любом случае придется включать отопление только даже из-за того чтобы не не завелся грибок чтобы стены не покрылись плесенью поэтому ну посмотрим как мы будем зимовать вот такие вот у меня сегодня новости возможно не очень интересные не очень позитивные но я сколько лет на своем канале я стараюсь никогда не врать относительно той или иной ситуации если что-то происходит не очень приятное это происходит и она на самом деле есть я об этом рассказываю если что-то наоборот очень позитивно как бы там кто не говорил что ой она хвалит францию что она там живет или там и там из-за своего француза и так далее нет это не из-за франции что я здесь живу это не из-за француза которые моему что просто потому что есть и позитивные моменты ну как говорится поживем увидим